Депутат Госдумы Александр Луговой стал одновременно и подозреваемым, и пострадавшим по делу об убийстве Александра Литвиненко. Сегодня Следственный комитет России выступил с неожиданным заявлением, мол, это именно Лугового пытались отравить полонием, а не он делал это с Литвиненко. И возбудили уголовное дело о покушении на его жизнь. Британские власти уверены в обратном. По их мнению, это Луговой отравил Литвиненко. Сам депутат пока не определился с своей позицией. Пообщалась с ним наша коллега Анна Кадырова. Аня. Добрый вечер, коллеги. Действительно, теперь следственные органы занимаются тем, что ищут людей, которые отравили Литвиненко и теперь уже Лугового. Сегодня Следственный комитет объявил о том, что располагает подтверждением того, что депутат был отравлен осенью 2006 года полонием 210, и присоединил это дело к расследованию покушения на убийство Дмитрия Ковтуна, который ранее также подозревался в убийстве экс-полковника. В ходе расследования получил подтверждение факт отравления гражданина Российской Федерации Андрея Лугового полонием 210 в период его общения в октябре-ноябре 2006 года в Лондоне с Александром Литвиненко. В связи с этим, вчера в отношении неустановленных лиц, совершивших преступления в отношении Андрея Лугового, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц, совершенного общеопасным способом на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Дова Литвиненко Марина отказалась от комментариев по поводу возбуждения уголовного дела по отравлению Лугового, но ранее в интервью Дождю она говорила, что не сомневается в том, что именно Луговой главный подозреваемый в убийстве ее супруга. Давайте посмотрим. Абсолютно уверена в правильности расследования, которое было проведено английскими следователями. У меня нет ни минуты вообще сомнения, потому что, несмотря на то, что с российской стороны постоянно звучит это политическая подоплека, никакой политической подоплеки в этом нет, потому что английские сыщики проводили, с одной стороны, обычное криминальное расследование, и все улики указывают против Лугового. Поэтому он был назван уже в 2007 году как основной и пока единственный подозреваемый. Что же касается самого, теперь уже потерпевшего Андрея Лугового, то в интервью Дождю он путался в своих показаниях, и то признавал, что был отравлен, то нет. Давайте послушаем. В декабре 2006 года проходило обследование и лечение в больнице. Благодаря своевременно принятым врачами действиям все обошлось. Я не могу рассказать об обстоятельствах отравления. Это результат следствия. Как я могу об этом рассказывать, об обстоятельствах? Это тайна следствия. Я могу ему сказать, что я потерпел, что возбуждено уголовное дело, и все. Да я не обнаруживал это вообще никогда, что я был отравлен. И вообще какого отравления? Получается, что Луговой обратился к врачам спустя месяц после отравления полонием. Мы спросили у специалиста, возможно ли полностью восстановиться после такого отравления, и вот что он нам сказал. Его обычными стандартными способами, на мой взгляд, невозможно. Он очень быстро осаждается в тканях. Именно в таких, откуда его извлечь невозможно. Кости легкие. И оттуда уже он и продолжает здесь. Громова также добавила, что полностью извлечь полон из организма невозможно. То есть получается, что если Луговой был отравлен, то радиоактивный элемент до сих пор в организме депутата. Коллеги. Спасибо, Анна Кадырова. О новом повороте в деле об убийстве Александра Литвиненко. Самое удивительное в этом всем, конечно, это то, что с ног на голову переворачивается вся история эта шпионская. Потому что изначально Луговой утверждал, что он вообще не причастен к этому делу. Теперь получается, что косвенно он соглашается, собственно, с тем, что да, конечно, он причастен к этому. Ну, мы, конечно, следим.